В эфире информационная программа «Пульс города» в студии Екатерина Хритончик. Здравствуйте! Сегодня в программе. Сначала приборы, потом нормативы. Депутаты городского совета обратились к губернатору области. 15 сезон встретят подготовленными. Игроки в Кандалакше готовятся к большому футболу. Выпускникам на заметку в 10-й школе прошла выставка образовательных услуг. 25 февраля губернатор Мурманской области приняла важное для многих северян решение. Марина Ковтун приостановила действие новых нормативов на услуги ЖКХ. Пока до окончания нынешнего отопительного сезона. Однако депутаты городского совета считают, отсрочить введение новых тарифов нужно не до лета, а до тех пор, пока в дома горожан будут установлены приборы учета. Соответствующее обращение главе региона народные избранники рассмотрели на очередном заседании. Оборудование многоквартирных домов приборами учета – мероприятие обязательное. И бремя затрат, как бы этого не хотелось, но рано или поздно, все равно ляжет на плечи собственников. Разница лишь в размере долевого участия граждан. Ранее большую часть стоимости прибора учета и работ по его установке компенсировали бюджеты. Областной и местной. Собственники платили лишь десятую часть. Но неохотные далеко не все. Плюс ко всему подвел подрядчик. Программа по оснащению многоквартирных домов счетчиками с треском провалилась. Счетчики не были установлены на воду и тепло на ста домах Кандалакши. Просто представьте, это практически чуть ли не на всем объеме этих домов. В 2011 году. В 2011 году, да. На которых, если бы сейчас они были установлены, мы бы вообще не говорили о нормативах в принципе сейчас. Исправить ситуацию должны ресурсоснабжающие организации. Именно их закон обязывает взять на себя заботу по установке счетчиков. И они к этому готовы. Но совершенно понятно, что ресурсоснабжающие организации, когда будут устанавливать приборы учета, они будут брать кредиты для того, чтобы можно было эти приборы учета закупить и выполнить работу по их установке. Поскольку закон 261 предусматривает рассрочку для оплаты впоследствии этих приборов учета собственниками в течение пяти лет, совершенно понятно, что все проценты по кредитам также будут возмещаться собственниками жилых помещений. Городские власти считают, что взваливать на плечи граждан непомерные расходы несправедливо. Большую часть обязательств на себя должен взять областной бюджет, а именно предусмотреть в региональной программе по энергосбережению необходимое финансирование. 80% от стоимости работ по приобретению и установке счетчиков. Оставшуюся часть расходов поделят между собой местный бюджет и собственники жилья. Депутаты посчитали этот вариант правильным. Но заметим, корректировка любой программы – процесс длительный. Кто займется вопросом, пока не ясно. Возможно, новый министр энергетики ЖКХ. Но эта должность пока вакантна. А между тем, не за горами лета и снова встанет вопрос о нормативах на коммунальные услуги. Их ведение глава региона отсрочила лишь до окончания отопительного сезона. А значит, ситуация может повториться. Суммы в квитанциях за коммунальные услуги вырастут. Народ начнет волноваться. Для того, чтобы этого избежать, есть предложение все-таки до окончания установки приборов учета новую нормативу не вводить. Все вышеперечисленные предложения вошли в основу обращения к Марине Ковтун. Депутаты городского совета очень надеются, что их инициатива все-таки будет услышана и поддержана губернатором Мурманской области. На прошлой неделе мы сообщали о нарушениях со стороны управляющих компаний ТСЖ по фактам неочищенных от наледи кровель жилых домов. Затем, как избавляются крыши от снега и сосулек, следят и прокуратура, и администрация Кандалакши. А лица, ответственные за содержание домов, должны регулярно отчитываться перед отделом городского хозяйства. Должны, но не спешат. Многие управляющие компании ТСЖ не в состоянии отчитаться о проделанной работе, потому что зачастую необходимые для безопасности граждан мероприятия проводятся ими с большим опозданием. Иногда уже после возбуждения административных производств. И потому до сих пор большинство кандалакшских крыш атакованы наледью, обвешаны сосульками, представляющими опасность. В отделе городского хозяйства пояснили, что с начала этого года администрации города было направлено два письма в управляющие компании ТСЖ с просьбой произвести очистку кровель от наледей и снега. Ряд управляющих компаний и ТСЖ читались о проделанной работе, ряд управляющих компаний не сделали этого. Со стороны администрации нареканий не было пока только в адрес трех организаций. Управляющие компании домовой, ТСЖ «Наш дом» и «Дом будущего». Недовольств же больше всего вызывает деятельность УК ЖКС. Так, например, неочищенные крыши 5-го и 6-го домов по улице Фрунзе стали поводом для обращения в прокуратуру. Депутаты районного совета в очередной раз собрались на заседание. Чтобы оно состоялось, появление нужного числа народных избранников ждали 50 минут. На повестку дня было вынесено порядка 10 вопросов, в том числе о принятии изменений в бюджет Кандалакшского района. В начале заседания подкорректировали повестку, исключив из нее два вопроса о приватизации. После этого рассмотрели один из главных пунктов. Он касался поправок для внесения в бюджет на 2013 год и плановый период 2014-2015. В частности, депутаты утвердили изменения об увеличении доходов на этот год за счет дополнительной денежной поддержки из области. Значительная часть этих средств, около 12 миллионов, пойдет на исполнение судебных решений о доведении минимального размера оплаты труда работникам бюджетной сферы до оригинального уровня. Профинансируют и транспортную инфраструктуру. Но в целом предлагаемый документ приняли не в полном объеме. Препятствием стал вопрос о ремонте на Невитри квартиры, выделяемой в рамках программы по поддержке медицинских работников. С выделением денег на эти цели пока повременили. Далее коротко о других новостях. Внесены изменения в структуру городской администрации. В ее штат будут введены еще три должности. Заведующего сектором жилищного контроля, главного специалиста и специалиста первой категории. Задача новых сотрудников – проверка жалоб населения на качество жилищно-коммунальных услуг. И законность проведения собраний собственников жилья. При обходимости эта структура будет тесно сотрудничать с государственной жилищной инспекцией. 2 марта на левом берегу реки Нива пройдут соревнования по скоростному спуску с горы на Аргамаках. Впервые подобного рода состязания прошли в нашем городе в прошлом году и сразу же пришлись по душе как местной ребятне, так и взрослым. На этот раз гонки будут организованы в форме парных заездов для детей от 4 до 7 лет и их родителей. Ребята постарше, в возрасте от 8 до 11 лет, смогут побороться за лидерство в личных заездах. Единственное требование организаторов – исправный Аргамак. Управление образования разместило на своем сайте изображение бланков государственной итоговой аттестации для выпускников 9 классов. Сделано это для того, чтобы ребята заранее смогли ознакомиться с внешним видом документа и потренировались его заполнять. Путешествие к северу – так называется фотовыставка, которая откроется 28 февраля в отделе содействия Центра Гармония. В основе экспозиции – работы, посвященные природе Кольского полуострова, его достопримечательностям и интересным событиям. Фотографии на выставке представлены авторами из Кандалакши, Апатитов, Полярных Зорь, Москвы и Санкт-Петербурга. В Кандалакши пройдет уже третий по счету турнир по боулингу «Страйк». Организатором его выступают районные власти и молодежный совет. Принять участие в состязании приглашаются молодежные команды нашего города. Первые игры в рамках турнира пройдут уже 2 марта. Выпускники школ готовятся к сдаче экзаменов, а также уже задумываются о будущей профессии. Чтобы облегчить подросткам эту нелегкую задачу, в Центр занятости населения ежегодно проводят выставку образовательных услуг. На этот раз мероприятие было организовано на базе 10-й школы. 10-я школа сегодня принимала гостей из разных уголков Мурманской области. В актовом зале образовательного учреждения собрались представители различных колледжов, техникумов, профессиональных училищ, институтов и вузов. Они подготовили для кандалакшских выпускников всю необходимую информацию о своих учебных заведениях. Вообще рынок труда на сегодняшний день очень широк. Нужны как высококвалифицированные рабочие специальности, так и инженерно-технические кадры нужны, медицинские кадры нужны. Поэтому здесь как раз и представлены очень наглядно возможности получения профессии, которая в дальнейшем позволит найти хорошую работу, любимую и, самое главное, работу. Впервые на выставку образовательных услуг приехали представители Государственного университета противопожарной службы МЧС России. Они привезли с собой часть обмунирования, чем, конечно же, заинтересовали многих выпускников. Кто-то даже рискнул примерить на себя амуницию огнеборцев. Захотелось, стало интересно, как оно, сколько весит, как вообще в этом двигаются люди, как дышат. Тяжело, но нормально, удобно. Я думала, будет тяжелее, будет хуже. Дышится легко. В этом году многие учебные заведения показывали на выставке видеопрезентации. Представители спортивных образовательных учреждений привезли с собой награды и кубки, и даже мячи с автографами известных футболистов. Выпускникам было на что посмотреть и что выбрать. Мне очень понравилось побольше таких выставок. Можно выбрать профессию по интересам. Представлено очень много. Я собираюсь учиться до 11 класса. Сюда пришла, чтобы посмотреть на будущее, может что-то найти для себя. Ну, еще пока в поисках. Ищу для себя, может что-то подберу. Выставка, да, очень интересная. Я не ожидала, что здесь будет так много представителей. Тем, кто еще не определился с будущей профессией, помогали психологи. Специалисты проводили бесплатное тестирование на профориентацию. Это, говорят психологи, возможно сделать правильный и, самое главное, осознанный шаг к будущей профессии. Знаете, у нас бывают такие часто ошибки, когда школьники, ну, или родители определяют специальность, будущую профессию своим детям, или там за компанию дети идут, не учитывая именно интересы и способности самого ребенка. И поэтому это просто желательно. Ну, я рекомендую идти, тестироваться, потому что вот сейчас, когда я вот заработаю с безработными, многие проблемы безработных заключаются в том, что когда-то не было, может быть, профориентации. И человек не сориентировался, и проблемы вот вытекают и личностного характера, и профессионального, ну, как профессионала, вот бывают такие проблемы. Пройти тестирование и определиться с профессией сегодня смог каждый желающий. А тех, кто не успел посетить выставку образовательных услуг, необходимую информацию об учебных заведениях Мурманской области могут узнать в Центре занятости. Футбольный клуб «Кандалакша» начал активную подготовку к сезону большого футбола. Несмотря на то, что еще много снега, свои тренировки спортсмены проводят уже на открытом воздухе. Благодаря помощи работников ДСУ-3 игровое поле было расчищено и подготовлено, чтобы наши футболисты смогли достойно подготовиться и показать всем любителям этого вида спорта красивую и достойную игру на предстоящих турнирах. Нынешний год является юбилейным не только для нашего города. Своё 15-летие отмечает и футбольный клуб «Кандалакша». Спортсмены завершили сезон мини-футбола и сейчас активно готовятся к играм футбола большого. По словам тренеров, несмотря на плотный рабочий и семейный график, наши футболисты находят время и силы, чтобы выйти на поле для подготовки. Тем более, что турниров впереди предстоит немало. В команде сейчас плотный тренировочный режим. Игры начнутся только в конце мая. Официальные, неофициальных тренировочных игр будут. Будет турнир на снегу городской. Среди городских команд все будут участвовать. Будут какие-то тренировочные игры в апреле. В начале мая традиционный наш майский турнир будет здесь на этом поле проводиться. Футбольный клуб «Кандалакша» был создан в 1998 году по инициативе Федерации футбола и городской администрации. В нем играли и до сих пор играют сильнейшие спортсмены, возраст которых в среднем от 20 до 30 лет. Все 15 лет футболисты достойно представляли наш город на турнирах местного и регионального масштаба. Три раза были чемпионами области, три раза владели кубком области, четыре раза выигрывали суперкубок Мурманской области. И каждый год занимали призовые места. Это значит три комплекта золотых медалей, восемь серебряных и три бронзовых. Ну, весомое достижение нашего клуба. Положительную динамику спортсмены планируют продолжить и в этом юбилейном для команды году. Вот уже две недели футболисты проводят тренировки на открытом воздухе, если погода не вносит свои коррективы. Особых проблем в такой подготовке на снегу спортсмены не видят. Игроки, они опытные и привыкли справляться с разными трудностями. Сейчас, наверное, уже проще, снега побольше выпало. До этого было в основном лед, сняли, вон сколько снега. Ноги чуть побалило, но ничего. Сейчас уже начинают более часто тренироваться каждый день. Не каждый день, а вторник, четверг, субботу. Поэтому мышцы привыкают. Плотный тренировочный график продлится еще по меньшей мере три месяца. А 2 марта состоится традиционное первенство города среди ветеранов. На игру приглашаются как сами ветераны, так и те, кто хочет просто поболеть и посмотреть красивую игру опытных футболистов. Далее прогноз погоды. Его представляет единая справочная по товарам и услугам 9, 10, 10. Ночью в городе по району будет облачно, снег, ветер юго-восточный 6-7 метров в секунду, температура воздуха минус 4, минус 8. Днем облачно, снег, ветер восточный до 10 метров в секунду, температура воздуха от минус 5 до минус 9 градусов. Атмосферное давление в течение дня будет расти. 28 февраля солнечная активность умеренная, геомагнитное поле возмущенное. Прогноз погоды представляет единая справочная по товарам и услугам 9, 10, 10. 9, 10, 10. Спрашивайте, ответим. На этом все. Увидимся с вами завтра в это же время. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин